Павлинье, царство, фазанье, государство. В Щебоксарском районе поселились диковинные птицы. С пернатыми красавцами познакомилась и наша съемочная группа. Тут алмазные, тут золотые, тут охотничьи, тут румынские стандартные. Это у нас серебряные фазаны, и все фазнов самые драчуны, драчливые он. Девочке, если не нравится, он не принимает. Вот у нас эта серебряная фазна, уже третья девочка. Дай бог, в этом году он принял, ну и потомцы получили в этом году. Я доволен. На птичьем дворе Евгения Майорова пять видов фазанов. Каждая птица со своим характером, каждая требует внимания. Живут все в удобных, просторных вольерах. За сезон с марта по июль самка приносит около 50 яиц. Часть из них Евгений закладывает в инкубатор, часть идет на угощение для гостей. Для маленьких, неокрепших фазанят Евгений обустроил отдельный домик, который, шутя, называет птичьим детским садом. В одной группе здесь цыплята, птенцы фазанов, павлинов. Павлины – особая гордость Евгения и мечта детства. Павлины – это вдохновение души, мечта детства. Глазы радуют, люди приходят, друзья приходят смотреть. То, что они радуются, я радуюсь. Живностей в детстве много было, но таких диковинких не было. Сейчас же диковинкие птицы более доступны. Раньше доступа на такого не было. И дорогие они, во-первых, были, и достать тяжело было. Сейчас это более реально. Декоративных птиц вот уже на протяжении пяти лет он ищет по всей стране. Первые индийские павлины, они, это Касандары привез, первые павлины появились у меня. Потом уже белые появились, белые. Самец у меня с Казани привез в зоопарк, самочек я привез в Тульской области. С разных мест, чтобы одной крови не были, брасли сродни получились. Это уже орлякина, павлины. Она путем скрещивания индийских павлинов и белых павлинов вывелась. Они и то с третьего поколения только получается, орлякина. Их выводить очень тяжело. При виде нашей съемочной группы павлины подняли крик. Но уже через пять минут, когда поняли, что опасности нет, снова распушили хвосты и принялись вытанцовывать перед своими павами. Да боятся. Или перед грозой, перед дождем сильно орут. Можно так сказать, вместо собаки. Они очень шумные, очень говорливые, шумные, когда боятся чего-то. На своих любимцев Евгений не жалеет ни времени, ни сил, ни денег. Кормит не просто зерном, а постоянно балует то кукурузой, то семечками и горохом. Любовь к необычным птицам разделяет и вся его семья. Я отношусь к этому хобби очень хорошо. Мне очень приятно, что мой папа отличается от других людей. И он смог осуществить свою мечту детства. Мне очень они нравятся, потому что они красивые. У них красивые очень хвосты. И мы собираем их перья и ставим базы. Это очень красиво смотрится. Но павлины и фазаны не единственные обитатели птичника. Вместе с шумными птицами спокойно уживаются куры, индюшки, голуби и даже белки. Сибирские и амурские. Собаки и кот. Коллекция экзотических животных постоянно пополняется. В планах у Евгения приобрести альпаков – животных, похожих на лам. Галина Титарчук, Олег Якимов, Республика.